А это еще не пошло, подожди. Давай, ты обожди. Такой тут. На самом деле, должен начинать пиздеть тот, кто с камерой. И снова здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем нашу серию, опять-таки, небольших, ядовых и питьевых обзорчиков. На этот раз у нас заключительная на сегодня часть. И в заключительной части присутствует пиво. Сегодня это пиво Италия Перронни и пиво Голландия Нидерланды. Очень интересно. Сейчас, я думаю, мы откроем по пиву и я дам... О, слушай, я зажигалышку. Да, сейчас давайте дам. Спасибо. Слушай, пахнет как нормальное пиво. Это импортное пиво. И то, и другое. Да. С европейскими стандартами. Ваши. Хороший вкус для пива. Блин, я, кстати, не ощущаю даже вкуса пива. Ну, давайте я тебе дам попробую. Я ощущаю солод просто, ну, как пузырьки им небольшие. Ну, вот это по... сколько? 4,7, а там... Сейчас расскажу. 5,1. То есть это более алкогольное? Ну, вот это более алкогольное, но вот это более крепко пьется. Не знаю, горче. Да, почувствовал? Попробую. Да, я пробовал, конечно. Ну так, ребята. Да. Вы распробовали? Давайте первое, что мы сделаем, дадим слово отцу, брату, брату. Брат, брату, брату, брат. Брат сейчас оценит эти два батла. По дизайну они... Ну и по литражу, да, они одинаковые у нас получаются практически. Одинаковые. Маханькие, да? 0,33. Ну да, дизайн примерно одинаковый у бутылок. Тут гравировочка, это итальянская, да? Да, итальянская. Это Нидерланды. Голландия, что ли? Да. Ну, что я могу сказать? Приятно пьется, оно еще освеженное. Ну, так как холодно, я не могу ощущать всей прелести. Но... Голландия. Ну, Голландия, да? Ну да. Приятно пьется. Вкусненько. Семерочка. Так, сейчас это. Ваше лицо, кстати, отец брата, брата, брат, искажает радость и удовольствие. Ну да, есть немного. Я дорвался, наконец-таки, хотел это пиво попробовать. Итальянская перрония. Горчит, но горчит приятно. Ну, то есть, не так просто, чтобы... Ну, хорошее. Ему поставлю тоже семерочку. Семерочку. То есть, оба по семерочке. Отлично. Теперь отец Павел. Так, сейчас мы попробовали. Первый, это Голландию. Сейчас попробуем Италию. По-заправски употребляйте. Я с вами потом поделюсь. Нет, спасибо. Я не пью. Ну, я с вами поделюсь. По поводу вкусовых качеств, я, наверное, соглашусь отцом, брату, брату, брату. Да. То, что 7 баллов и тому пиво, и другую. Хочу заметить от себя лично, что, мне кажется, это пиво стоит пить тем, кто не любит горечь в пиво. Потому что горечь здесь совсем не чувствуется. После вкуса оно есть, оно такое, ну, маленько тебе влёк, но вот это побольше, чем у того. Но тот, кто не любит, вот как, говорят, пиво горькое, прям горчит, на языке одногодче и так далее. И вот стоит попробовать вот эти сорта пива, где не присутствует горечь в таком большом количестве. То есть вы рекомендуете? Да, я рекомендую хорошую. Кстати, разница в цене, помнишь? А, да. Это 152, и это 95, по-моему. Ммм, цен-то котик, усай, соседший. Да, 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 на 60 рублей, прикинь, вот это дороже. А по вкусу практически вот пьются одинаково. Но единственное, вот это, да, чуть погорче и как бы более пиво чувствуется. Градус. Да, и градус повыше. Отлично, ребята. Ну что, наверное, всё-таки небольшой спойлер про наше новое шоу. Ну, по поводу нашего... Вы позволите, отец Павел? Как он там на... Да, да, пожалуйста. Пожалуйста, я дам вам слово. Хорошо, дамы и господа, небольшой спойлер нашего нового шоу. Отец, брат брату брат, пожалуйста, на него, на него. В прошлом прожил несколько лет в Бронксе. За время своего пребывания он добился невероятных успехов в таком нелёгком деле. В ремесле, я бы даже сказал, как обольщение особой противоположного пола. Благодаря этим скилл-зам, как он говорит, он открыл свою собственную школу пикапов. Невероятно быстро поднялся в плане получения бабла. И вот теперь, в рамках нашего канала, ну, на нашем паблике, отец брат брату брату брату... Брат брату брат... Начал вести свою рубрику на предмет соблазнения самок. Он при помощи таких нехитрых предметов, как арматура, бейсбольная бита, кастеты или даже просто... Что? Волына? А, понятно, понятно. Он уже почуял самку. Ну, вот так. Короче, расскажешь. При помощи таких не... Ну, весьма простых предметов, как бейсбольная бита, кастета или даже просто волына, добиться взаимности и пробудить чувства даже у самых холодных девушек. Девушек. Отец, брат брат, 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 повернись, пожалуйста. Правильно? Я бабло зашибаю, видишь, пытаюсь девочек снять. Понятно. Ну как? Отлично. Я думаю, все верно, помимо того, что... Ну, все-таки я более ориентируюсь по взрослым, там... То есть Ангелу Меркель совратим? Спокойно, я думаю. Ирину Хакамаду? Всех вообще подряд. Мы даже к Думе приедем и будем снимать всех телочек, которые помнят, из универа, которая там пришла в Думу. Не, ну это некрасиво, неинтересно. Вот, жалко, Новодворская умерла. Да, думаешь, стоящий персонаж. Стоящий. Харизматичный, по крайней мере. Я думаю, доберемся до всех, кто там есть. Начнем с девушек, а дальше как пойдет. А? Начнем с девушек и женщины, а дальше как пойдет, правильно? Да, это правда. Валуев тоже красавец. Валуев, блин, да, я думаю, опасно. Да? Да. Ну ладно. Он тоже из Бронкса, мне кажется. Да? Ну, у него лысый опасный. И из южной части Бронкса, да? Я думаю, нет, скорее всего, кстати, не Бронкс, он из Бостона точно, да. Из Бостона. Там же мосты вот эти, да, там? Да, хрен его знает, вы в Америке жили, они... Ну ладно, наверное, до новых встреч. Счастливо. Будь здорово. Мы снимем тебя.